небольшая распаковочка сейчас где я была я была в дм показывала вам как то что я заходила я взяла домой термометр для и для того чтобы измерять температуру потому что я когда приехала из питера что-то меня как-то тут знобило и я решила измерить температуру думаю а вдруг я подцепила какой-то вирус и у меня градусник не работал но с другой стороны ему 150 лет уже наверное пора так что взяла большую упаковку клостон фраунт сколько здесь 475 миллилитров собственно говоря почему большую потому что выгоднее по цене вот и собственно говоря что это по моему вот ну самый действенный препарат на данный момент который мне помогает справляться с моей метеозависимостью ну и на самом деле здесь если вы простужены если вы переживаете внутренние переживания какие-то то есть если вы не спокойны желудок кишечник и собственно говоря если посмотреть там подробнее описание то до метеозависимость если вы на погоду реагируете это действительно тоже действенный препарат такой по крайней мере мне помогает вот а уж вы посмотрите здесь 13 настойка спиртовая настойка на 13 травах я правда поскольку я крепкие напитки плохо переношу я очень сильно развожу водой вот кстати говоря бай ветер фью лих кайт для от ваших неприятных ощущений когда меняется погода кстати говоря если вы плохо засыпаете тоже можно использовать если вы понервничали тоже успокоиться бсм так это что ну как бы дам кишечник если простудились а и кстати говоря это все внутрь это все внутрь а вот снаружи если вы испытываете какие-то неприятные ощущения на мышцах например то можно и натереть ваши мышцы расслабить а еще если кстати говоря если и предположим мне нельзя алкогольное что-то принимать на данный момент допустим если я за рулем то вот если вы очень чувствительны к погоде к перемене погоды скачет давление у вас то виски можно натереть вот этим средством так что я я обожаю клостенфрау мелиссен гайст и вот как раз указаны те лекарственные растения на которых сделана это настойка кстати говоря она и самая дорогая из всего этого набора что еще да я еще купила вот такой крем 50 фактор потому что нужно защищаться от солнца вообще стараться не больше 20 минут на открытом солнце находиться но это мне так доктор сказала купила большой хох дозирт высокой дозировки витамин b12 потому что чудо опять засыпаю еще купила на всякий случай я всегда дома вот сейчас взяла на пробу вот этот хотя достаточно известная вот эта марка но взяла на пробу до 12 часов этот пластырь действует или раз знаете активизируется остеохондроз где-то что-то тебя продуло вот здесь два пластыря что я еще да еще я купила вот такое мелатониновый спрей почему купила именно этот кстати говоря там было и подешевле что-то но мне нравится именно это средство под язык один раз пшикнул и буквально через пару минут ты уже засыпаешь я обычно слушаю какую-нибудь аудиокнигу ставлю на 30 минут таймер но всегда засыпаю раньше честно говоря стала сейчас раскладывать пашу плода по ящичкам и думаю зачем же я раскладываю если мне уже нужно собираться в санаторий ребята это целая отдельная эпопея поездки в санаторий дай бог что я в итоге туда доберусь вот ну в общем это все не просто буду рассказывать в итоге если я все-таки туда поеду ну и расскажу потом о моих всяких приключениях мне любопытно лучше наделая лошадка это травку есть понятно вот то что она вот этот песок что-то же ее привлекает в этой гальке с мелкой недавно они сделали новый закон хозяева этих лошадок нету ивана домой уехал до наверное попозже будет потому что смотри лошадки же здесь у них так если гулять пойдем дальше уходим пойдем к ульбаса ульбаса кто ребят соскучился по лёве по нашим прогулкам да подстригла я его покороче из-за клещей и в жару удобнее ухаживать за шерстью за кожей до лёвочка ну и жарко тем более что вот буквально так через пару недель лёве будет 99 лет я не верю до сих пор что такая погода у нас ребят ну просто не верится потому что потому что даже на севере германии я уже вообще не говорю про питер где говорят что скоро будет чуть ли не 30 градусов обещают 26 8 с лёвой мы вышли гулять посмотрите там у нас что назревает просто какая-то буря опять же у меня сегодня я сейчас уже наговорила текст своей подруги из питера у нас наши знакомые с которыми мы ехали из калининграда я вам рассказывал уже как я добиралась до питера через калининград обратно я таким же путем возвращалась и да они мне говорили вот ну молодой достаточно молодой человек они что они с семьей поедут вот и сегодня пишут мне в ватсапе не на мы в питере интересно что остановились на 11 линии васильевского острова на моем любимом можно сказать родном острове где сын у меня и гимназию закончил университетскую и универе учился на на паре на паре где он учился на юрфаке он учился как синхронный переводчик в торгово-промышленной палате он еще там учился я работала мы жили на 13 линии на наличные улицы я еще в юности жила и на канареечной не всегда знают люди что канареечная улица это на васильевском острове а мой сын уноси тоже очень любит историю историю города в том числе и он раскопал почему так называлось потому что в тех краях вышедшие на пенсию служащие петербургские они там покупали либо арендовали квартиры и там селились и соответственно люди на пенсии что они начинают делать не только помидорки выращивать а что можно делать в петербурге заводили канареек потому эта улица называется канареечная представляете а находится она почти в гавани совсем недалеко там где был кто еще те времена помнит в принципе было не так давно еще это время это гавань васильевский остров там где был ленэкспо располагался теперь ленэкспо у нас где шушарах вот и я там еще успела даже поработать на выставках повернула камеру эти что у нас творится сегодня у нас 22 мая если в самый в первый раз когда мы с собаками приехали уже на машине это было 7 апреля было 25 градусов со знаком плюс и 25 градусов было и в октябре я подумала боже какие благодатные края вот и представляете что происходит этой весной до левочка домой колбаска а сегодня я еще знаете под впечатлением сегодня у нас был термин я сопровождала как переводчик людей и представляете то есть мы сидим там в арте цигмах ну там где ожидаем приема и я как правило ну кто меня знает уже давно я всегда рассказываю очень много информации выдаю все чем собственно говоря я обладаю что может вам понадобится помочь в жизни в германии в особенности если вы столкнулись с медициной представляете мы значит разговариваем разговариваем с этим товарищем не пустили его жену оставили внизу сказали что комната маленькая не надо там толпиться рядом с нами сидел одна немка сидела на сидела потом она поворачивается ко мне и говорит если если коротко и грубо не заткнулись либо вы хотя она такая знаете очень хорошо одета по немецким стандартам да со вкусом скажем так бижутерия какие-то украшения на ней вот и она говорит вы очень долго долго разговариваете в этой вообще вы могли мужик выйти потому что здесь находятся только те которые пойдут на мрт ябр ну человеку тоже нужно будет мне перевести что снять как себя вести там и так далее хотя я уже предварительно все рассказала каким образом все это происходит ну соответственно спросила вы когда-нибудь делали мрт о боже на горку взбираемся представляете в общем потом в итоге я грудь да конечно игр достаточно было сказать что мы вам мешаем ну а до этого я не сказала я груда у нас такой менталитет мы не можем просто сидеть и молча смотреть в стену это понятно но мне это мешает она сидела просто листала журнальчики да и бог с ней и в контраст к этому ребята я приезжаю домой и мне пишут мои знакомые с которыми мы ехали из калининграда что они всей семьей сейчас в питере до 29 по моему мая а я им когда-то говорила вы когда ребят поедите скажите где вы остановитесь может быть я вам что-то порекомендую где сходить что поесть а сейчас если вы о боже вы представляете вот так вот непонятно не очень понятно что мы взбираемся на гору но это действительно не потому что я такая уже старушка и мне тяжело реально просто здесь у нас ребята сегодня пишут мы в питере боже мой и живут на 11 линии вот я сразу стала им там бросать ссылки чтоб мосты можно посмотреть они как раз сегодня едут смотреть мосты и еще им повезло с погодой потому что вроде как тепло в питере а еще конечно я сто лет уже нигде не бывало и они мне пишут может быть театр что-нибудь посетить что порекомендуете во первых я сама не особо в курсе а во вторых у нас есть наши хорошие друзья талантливые актеры режиссеры которых мы знаем всю свою жизнь да я решила обратиться к сергею кашонину может быть он что-то порекомендует потому что мы с мы ходили к нему тоже на спектакле и это ну в общем это такие незабываемые ощущения впечатления вот и я думаю ну мало ли человек занят на съемках где-то на репетициях может быть в отпуске боже ребята вот на когда ты просто сидишь где-то просто разговариваешь тихонечко это уже мешаешь да и когда человек отвечает не на добрый вечер дайте телефон с этим людям я конечно постараюсь помочь чем смогу думаю боже мой я чуть не расплакала с сергей просто низкий поклон и даже если ничего не получится и сергей как раз там до субботы уезжает на какие-то съемки то есть я понимаю человек творческий весь в работе еще не факт что у него вообще есть время хотя бы знаете какую-то рекомендацию написать и он мне пишет дайте телефон этим людям а ребята мне потом пишут не на мы даже своим глазам не поверили чей телефон вы нам дали вот и тоже они написали в ватсапе я говорю вы напишите ватсапе может быть не совсем будет удобно просто позвонить вот я не говорить но мы сейчас ждем ответа все на эмоциях также как и я и я тоже на эмоции наговорила тоже ребятам что да за что я и люблю петербург наших людей нашу творческую интеллигенцию и я в москве собственно говоря проводила практически все свои каникулы детские школьные мы обязательно туда ездили там жила тетушка родная сестра моего отца и но потом по моему в классе восьмом мы приехали точно так же на новогодние каникулы в питер и все и все питер покорил мое сердце и я уже потом сказала что я ни в какую москву не поеду поступать как поступил в институт посмотрите под каким небом идем а там идет дождь а я еще ребятам отправила свои плейлисты в последнее время я скачивала из инстаграма то что возможно скачивать какие-то красивые ролики о природе о погоде и а также о петербурге где вкусно поесть куда сходить какие есть следовые площадки какие новые музеи открываются либо после реставрации вот я тоже ребятам все это по сбрасывал а потому что они достаточно молодая семья я не знаю сколько ему и ей дети но я тоже поспрашивала 10 и 16 лет но чтобы просто знать что рекомендовать да куда куда сходить и опять же тоже сбросила ссылку им на гор билет действительно можно во первых на экскурсии поездить с большими скидками потому что цены сейчас конечно они везде кусаются во всем мире